Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – методы индивидуальной гигиены полости рта. Цель нашей лекции – первое – это ознакомление студента с методами гигиены полости рта, индивидуальной гигиены полости рта, профессиональной гигиены полости рта. Индивидуальная гигиена полости рта. Гигиена полустерта – ключевой компонент личной гигиены, предотвращающей стоматологические заболевания. Постоянная чистка зубов, удаление мягкого зубного налета обеспечит физиологическое развитие зубной эмали. Личная гигиена пациентов заключается в регулярной и безупречной чистке поверхности зубов и десератичными людинскими средствами. Представить индивидуальную гигиену полустерта Врач-стоматолог должен продемонстрировать методы чистки зубов на модели и объяснить подробные инструкции. Пациент требуется проводить ежедневную чистку зубов с тщательным изучением последовательности действий по выбранной методике. Методы чистки зубов различают стандартный метод по Пахомову, метод Фонуса, метод Леонардо, метод БАЗ, метод Чактера, метод Стилмана, метод Рейка, метод Смит-Белла. Методы чистки зубов по методу Пахомова. Верхний и нижний зубной ряда делят на 6 сегментов. Первый – это сегмент маляров, второй сегмент прималяров, третий – сегмент фронтальных зубов. Стандартный метод чистки зубов по методу Пахомова. На оральной и вестибулярной поверхностях прималивов, коренных и передних зубов рабочая часть зубной щетки располагается под углом 45 градусов и выполняется движение щетки от тесен к зубам. Очистка зубов и жевательная поверхность зубов очищается горизонтальными движениями за счет глубокого проникновения волокон щетки в межзубное пространство и фиссуру зубов. Очистка сегментов совершается круговыми движениями. Метод фонеса. В этом месте вестибулярная поверхность зубов очищается в сомнительном состоянии. Поверхность щетки располагается под прямым углом в вестибулярным поверхностям верхних и нижних зубов и чистится с правой стороны круговыми движениями, не касаясь области десен. Очистка в открытом положении, да выполняется небольшими круговыми движениями от оральных поверхностей зубов к окруженной поверхности. Этот метод применяется у детей и взрослых. Следующий метод – Метод Леонардо. Зубную щетку располагается перпендикулярно поверхностью зубов в произведении вертикального движения в направлении от десны к коронке зуба. Наружная поверхность зубов очищает при сомнительных зубных бедах, неопнут внутренние при несомнительных жевательная часть движениями щетки вперед-назад. Этот метод позволяет избежать повреждения десен. Метод БАСА. В щетинке щетки, расположенной под углом 45 градусов к осветлению, частично проникают в десневую бороздку и в межземное пространство. Чистку наружной и внутренней поверхности зубов производят вибрирующими движениями. Жевательные поверхности чистят движениями вперед-назад. Данный метод позволяет хорошо очистить пришечную область малиров. Метод ЧАФТЕРА. Метод использования очистки зубов и десен для массажа десен. При этом зубную щетку устанавливают так, чтобы щетинки находились под углом 45 градусов к десневому краю. Не убирая щетинки, выполняют мягкие, встряхивающие или круговые движения. Щетинки при этом проникают между зубами. Метод Стилмена. Метод выполняется надавливанием на десневой край щеткой с клабыми вращательными движениями. Щетинки устанавливаются так, чтобы концы их частично лежали под углом к осветлению, частично на десне. Метод Смит-Пэлла. При этом метод из чистки зубов движение щетки повторяет путь пищеприживания. Щетку устанавливают перпендикулярно жевательной поверхности. В этом положении при слабом надавливании вращения развлекательной десне. Метод Рэйка. Щетинки расположены параллельно оси зуба, касаясь края десны. Во время чистки зубов он очищается от десен по направлению коронки зуба в скользящем движении. Язычная поверхность тоже очищается в этом направлении. Жевательная поверхность очищается в возвратно-поспутательном движении волокон. Правила правильной чистки зубов. У зуба необходимо тщательно очищать в торсе держащими пастами 2 раза в день. Не следует использовать ежедневно. Зубную щетку следует размещать поперек линии десен. Зубная щетка движется сверху вниз и каждый зуб нужно чистить отдельно. Ошибки при чистке зубов. Очищение только видимых поверхностей зубов. Неполное количество движений на каждом этапе чистки зубов. Чистить зубы перед едой, утром перед завтраком, перед ужином. Недостаток времени на чистки зубов. Меньший или совсем не использован дополнительный созвис гигиен種. Травм и десен результат неправильной чистки зубов. Неправильно использовановый паст на преиспользовании наблюден empat accounts для тех за флавиатических средств. Неправильно выбрать зубных щеток. Например, давать детям щетку для взрослых. Неправильный подбор степени жестких сливоконкисти. чрезмерное использование зубной щетки свыше 2-3 месяцев. Профессиональная гигиена полости рта. Свойный мероприятий по профессиональной гигиене полости рта среди детей стало одним из элементов комплексной профилактики самотологических заболеваний. В 1970 году шведские специалисты Акселин и Линде включили в программу профилактики артии и парадонсита профессиональную гигиену полости рта. Эта комплексная программа включает в себя следующие мероприятия. Во-первых, это обеспечение рационального питания детей, местное применение фторсодержащих препаратов, обеспечение регулярных гигиенов полости рта, осуществление профессиональной гигиены, обеспечение рационального питания детей. Глеводные пищевые остатки в свою очередь предоставляют собой легкосвязанную пищу для микроорганизмов, размножение которых вызывает образование колонии на поверхности зуба, выработку молочной кислоты, образование димуализации в эмали. Применение прохладных цифров соединений фтора. Системная эндогенная, авторитопопадает в организм через воду, соль, молоко, таблетки, капли. Местное экзотемное применение зубных паст, лакопростворы для полостания гели и раствор для нанесения. Спасибо за внимание!